Привет друзья! Мария Зубарева знакома большинству телезрителей благодаря своим ролям в фильмах «Мордашка» и «Мелочи жизни». Ей пророчили успешную карьеру в театре и кино, однако ее жизнь неожиданно прервалась на самом пике актерской профессии. В данной статье будут раскрыты подробностей ее личной жизни, карьерных достижениях и внезапной болезни. Родилась Мария Зубарева в столице страны 24 февраля 1962 года. Ее родители – коренные москвичи. Они являлись творческими людьми. За годы, проведенные в школе, учителя отмечали у девушки способности к учебе. Легче всего ей давались иностранные языки, алгебра и физика. Сама девушка хотела после окончания школы пойти работать журналистом. Родителей такое решение дочери полностью устраивало. Однако судьба распорядилась по-своему. В один день в гости к семье Зубаревых пришли друзья – супруги Калиновские, которые в то время преподавали актерское мастерство в Щукинском театральном училище. Они обратили внимание на способности и внешние данные Марии и посоветовали ей попробовать себя в кинематографе. Девушка, последовав их словам, решила поступить в Щуку и подала туда документы. Вступительные экзамены она прошла с легкостью и была зачислена на курсы Юрия Катина Ярцева, знаменитого на тот момент преподавателя. В 1983 году Зубарева завершила обучение в училище и начала карьеру в Московском театре имени Пушкина. Там ей доверяли много разных ролей, с которыми она справлялась довольно легко. Во время одного из выступлений ее заметили кинорежиссеры и пригласили на съемки. Первым фильмом Марии стала драма «Второй раз в Крыму». После этого она сыграла роль воспитательницы Алены в художественном фильме «Третий в пятом ряду». Затем последовала блестящая игра в образе невесты Ивана из знаменитого сериала «Возвращение к Будулая». Но поистине народное признание пришло к Зубаревой после участия в съемках кинодрамы «Мордашка». Режиссер предложил ей главную роль и актриса не затерялась среди таких звездных артистов, как Дмитрий Харатьян и Лея Хиджакова. Фильм пришелся по душе советскому зрителю и карьера Марии стала стремительно развиваться. Зубарева была общительной и компанейской девушкой, поэтому всегда пользовалась вниманием противоположного пола. Первым ее мужем был Борис Кинер, с которым она вместе училась в театральном. Он покорил сердце девушки своими романтичными ухаживаниями, играл на гитаре и посвящал ей песни. Однако спустя всего год после свадьбы их семья распалась, даже несмотря на рождение дочери. Второй раз Мария вышла замуж за сокурсника Игоря Шавлака. Он был влюблен в Зубареву еще с первых курсов и после ее развода предложил выйти за него замуж. Несколько лет семья жила счастливо и вместе воспитывала первую дочь Марии, Аню. Но неожиданно для всех пара рассталась, причем о причинах разрыва бывшие возлюбленные предпочли не распространяться. Вскоре после второго развода Мария встретила свою следующую любовь. Она познакомилась на вечеринке у друзей с их знакомым. Молодые люди сразу понравились друг другу и поэтому в скором времени сыграли свадьбу. В это же самое время Зубарева снималась в мелодраме «Мелочи жизни», где играла роль главной героини. Уже через год после свадьбы Мария узнала, что ждет ребенка. Супруги были очень рады новости о беременности. Когда у актрисы родились близнецы, их назвали Лизой и Ромой. У Марии было желание как можно быстрее после родов вернуться на съемочную площадку и завершить работу в сериале. Однако, к сожалению, этим планом было сбыться не суждено. В декретном отпуске девушка стала часто жаловаться на плохое самочувствие. Ее состояние ухудшалось прямо на глазах. После обследования в клинике врачи вынесли неожиданный для нее диагноз. У нее обнаружили рак. С этой тяжелой болезнью актриса справиться не смогла и 23 ноября 1993 года ее не стало. Мария умерла совсем молодой. Ей исполнился только 31 год. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok